Налоговый комитет Таджикистана решил начать реформы в ведомстве. Рустами Амамали обязал заведение общепита работать в обычном режиме. Американский эксперт. Таджикистан скопировал 56% антиэкстремистских законов у России. Узбекистан. Детей не пустили в мечеть. Налоговый комитет при правительстве Таджикистана запланировал ряд мер для противодействия коррупции среди сотрудников своего ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно разработанному внутриведомственному плану мероприятий по борьбе против коррупции предполагается укрепление социальной поддержки сотрудников налоговых органов, создание для них благоприятных жилищно-бытовых условий. В частности, предполагается обеспечение налоговиков служебными квартирами, участками земли для строительства жилья, а также финансовая поддержка. Для того, чтобы госслужащие имели возможность получить дополнительные законные доходы, рассматривается вопрос разрешения им пилотным способом заниматься индивидуальным и малым предпринимательством. Наблюдатели отмечают, что среди жителей Таджикистана сотрудники налогового комитета считаются одними из самых коррумпированных госслужащих, наряду с сотрудниками таких ведомств, как МВД, ГКНБ и ГУИОН. В след за недавним выступлением Эмамали Рахмона, в ходе которого он порекомендовал фермерам не поститься в месяц Арамазон, его сын Рустами Эмамали также проявил себя, обязав столичные заведения общепита работать в течение священного месяца Арамазон в обычном режиме. Рестораны и кафе должны открываться не позже 11 часов утра, сообщает официальный сайт администрации Душанбе. В сообщении подчеркивается, что в случае невыполнения этого требования в отношении владельцев заведений будут приняты соответствующие меры, какие конкретно не указывается. Напомним, что большинство заведений общепита в Таджикистане в месяц Арамазон, как это принято во всех остальных мусульманских странах, перестают работать в дневное время и открываются только к вечеру, ко времени ифтара разговения. Причем, что немаловажно, данное требование исходит из трудов ученых ханафитского масхаба, последователями которого является почти все население Таджикистана. Американский эксперт в области безопасности по Центральной Азии в ходе своих исследований обнаружил, что 56% законов Таджикистана и 79% законов Кыргызстана по борьбе с так называемым экстремизмом заимствованы у России. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. В свою очередь, журналисты настоящего времени провели свое исследование, по результатам которого выяснилось, что тексты законов Кыргызстана совпали на 54-83% с текстом на сайте Кремля и Госдумы. Есть это, у нас имеется, место имеют. В Наманганской области Республики Узбекистан сотрудники милиции совместно с учителями общеобразовательных школ устроили рейды в мечети с целью препятствовать посещению детей тарових намазов. Соответствующий видеоролик 9 мая опубликовала на своей странице в Фейсбуке Радио Азадлик. На видео видно, как сотрудники милиции препятствуют детям входить в мечеть на тарових намаз, несмотря на возмущение и недовольство местных жителей. На вопрос одного из местных жителей, как же обещание президента Мерзияева о том, чтобы никто не препятствовал соблюдению ислама, сотрудник милиции в свою очередь о разведе руками отвечает, что у них указания сверху. Напомним, что 15 апреля силовики из отдела по борьбе с экстремизмом закрыли языковой центр Икмат-Либи-Лим из-за обнаружения в учебном заведении Корана. Собеседник Хабархо узбекский блогер Махмуд Абдулму-Мин прокомментировал ситуацию следующим образом. Узбекистан – одна из тех стран, где жестко подавлялось любое проявление ислама с целью воспрепятствования возрождения исламской сознательности в народе. Во времена правления тирана Каримова такое подавление происходило в открытой и жесткой форме. Но Мирзияев после прихода к власти ради получения народной поддержки произвел некоторые непродолжительные реформы популистского характера, в том числе и в сфере, касающейся соблюдения ислама. Сегодня мы видим, как идет обратный процесс в отношении предоставленных якобы свобод для жителей страны, в соблюдении ими своей религии. Нужно отчетливо понимать, что Мирзияев является воспитанником каримовского режима. Он принимал активное участие в подавлении исламского возрождения в стране. Как и все сегодняшние правители марионетки центрально-азиатских стран, он не допустит исламского возрождения у себя, потому как это будет концом его правления. Субтитры создавал DimaTorzok